У нас прошел День Учителя. Это очень важный для России день, это культовая в России профессия. Это те люди, которые сейчас втюхивают бедным детям абсолютно устаревшие, никому не нужные, как правило, знания. Мы знаем, что аттестаты российской школы не имеют веса и не считаются аттестатами ни в одной стране мира. Это называется, не имеют аналогов мировых. Это гораздо лучше. Где-то в Африке, может быть. И плюс еще в это все среднее образование сейчас напустили смертельные дозы патриотического газа. А потом они удивляются, что у них в Апскове где-то на линейке в обморок падает сразу 13 детишек. Это Великие Луки, если я правильно понимаю. А, да, совершенно верно. Это Великие Луки, это Псковская область. Там 13 детей рухнули во время торжественной и крайне патриотической линейки. Но там явно был передоз с патриотизмом. Вообще, надо сказать, что это чудесно, то, что вот такое количество патриотической пропаганды в школах. Потому что нет другого способа, нет способа лучше воспитать злых и презирающих страну свою, чем дети, которые подверглись этой пропаганде и этой обработке. Вспомни себя, как ты, гарантирую, рисовала бородавки Марксу в учебниках. И усы. Не помню Маркса в учебниках. А, нет, усы ему не рисуешь. Но усы рисовали всем, кроме Маркса, у него и бородище было. Извините, там свое было. Да. Александр Глебович, у меня к вам очень важный вопрос по этому случаю в Великих Луках. Потому что там чиновница от образования вышла рассказать о том, что, значит, было очень торжественно, звучала такая музыка, и так все было нравственно, что неудивительно, что дети, значит, поплохели. А вы мне объясните, пожалуйста, ну, то есть они сами это признают, что это нездорово. Объясните, пожалуйста, но если серьезно на это смотреть, что дети буквально мрут со скуки, они же в реанимацию некоторые попали. Пафос смертельная штука. То есть это не отравление, не что-нибудь? Идеалом, идеалом и иконой является ТикТок. А они, мерзавцы, все ничего, кроме ТикТока, не хотят ни знать, ни видеть. Для них вот этот весь накал пафоса абсолютно смертельный. Но День Учителя, День Учителя, мне что очень понравилось, его классно отметили в Москве. У вас в Москве отметили особенно торжественно, потому что Учителя Истории с огромным огурцом в жопе пришлось срочно доставить в одну из московских клиник, причем это гимназия, это крутая. Он решил поздравить себя с Днем Учителя, похитил у супруги огурец. Это документально, я вынул просто из ваших московских... Я помню, помню, салатный огурец. Да, совершенно верно. Огурец-то был куплен для салата. И что же он за педагог, если он в течение суток не мог достать этот огурец из себя, только глубже и глубже его заталкивал. Он историк, а не учитель труда. Ты считаешь, что Учителя труда учат доставать из задницы огурцы? Оленька. Ну, не знаю, домоводство. Домоводство куда ни шло. Но все-таки хотя бы кулинарии. Но, в общем, потом еще был один случай. Почему-то он произвел тоже шоковое впечатление на всех, когда учитель, я не помню уж, по-моему, тоже истории, мастурбировал на уроке. И это... Но это же был давний. Нет, это не так давний, это недели две. Я просто, коль скоро у нас сейчас идет речь об истории, о дне учителя, не могу это не вспомнить. Он мастурбировал. И я удивился, а почему, собственно говоря, все так по этому поводу возбудились? Что в этом необычайного? Что в этом странного? Я вот сколько помню школу, все учителя, особенно учителя литературы, они обязательно мастурбировали на уроке с применением Пушкина. Они доводили себя до такого иступления этой любовью, они входили в измененное состояние сознания, декларируя всю эту галиматью. И, собственно говоря, ведь на самом деле мастурбация – это в любом случае просто акт публичного. Там самоудовлетворение, в данном случае публичного. И совершенно неважно, каким образом это самоудовлетворение достигалось. Вы сейчас, Александр Глебович, прямо против меня выступаете. Я действительно очень люблю читать Пушкина. И более того, я делала это публично. В прошлом своем ночном эфире я читала Руслана и Людмилу. И мне было хорошо, честно вам скажу. Я об этом и говорю, Оля. Я именно об этом и все сказал. Ты просто подтвердила. И не надо так атомно краснеть. Не надо. Ну, я стараюсь. Потому что вообще мы понимаем, что да, действительно, это способно довести до определенного рода состояния.